Всем привет дорогие друзья! Сегодня буду готовить ну очень интересный торт, пляцек на польском. То есть это очень интересное сочетание и коржей, и безе, и орехов, и очень интересной такой зефирной нотки. В общем тортик получается нереально крутой на вкус, обязательно вы должны его попробовать. У меня есть два рецепта такого тортика и это один из них. И нам для него понадобятся орехи, где-то пол стакана орехов, может иногда чуть больше добавляю, их нужно хорошенечко поджарить в духовке и измельчить потом скалкой. Не сильно мелко, просто чтобы были и побольше кусочки и мелкие. Затем сразу буду заниматься я безе, так как у меня есть кухонная машина, если у вас есть помощник какой-то, который вам сможет помочь, можно и с обычным миксером так делать. То есть я ставлю сразу взбиваться безе, здесь у меня белки, добавляю сразу щепотку соли, начинаю взбивать белки. И после того, как белки превратятся в такую хорошо мыльную пену, частями, точнее мелкие, ну вот таким, просто подсыпая не очень быстро, ввожу сюда сахар и также ванильный сахар. И все, и отставляю взбиваться, тем временем, буквально за эти там пару минут, пока взбиваются у меня белки, я сделаю тесто. Тесто реально очень простое, подбиваю яйца миксером, это абсолютно не принципиально, венчиком, ложкой, вилкой, здесь просто нужно, чтобы оно стало однородным. И добавляю сюда сахар. Перемешиваю, аж пока сахар у меня практически не растворится. В отдельной посуде смешиваю муку и какао, хорошенечко обязательно просеиваем, для того, чтобы не было у нас никаких крупинок. Какао у меня очень хорошее качество, довольно насыщенно черный, и я добавляю сюда где-то 3 столовые ложки. Если у вас какао чуть-чуть похуже, замените 1 столовую ложку муки на еще ложку какао. Добавляю еще сюда соду и разрыхлитель, люблю когда они работают в дуэте. Разрыхлитель создает более мелкие поры, а сода делает более крупные поры. И поэтому добавляю сюда по чайной ложке разрыхлителя и соды. Можно воспользоваться просто разрыхлителем, если вы хотите. Соду гасить я не буду, опять же повторюсь, потому что у меня в составе какао, а оно хорошенечко погасит нашу соду при соединении с жидкостью. Никакого запаха, ничего у нас не будет. Перемешиваю до однородности. И затем уже буду вводить эту всю смесь в нашу яичную массу. Для того, чтобы у нас были внутри красивые блестящие поры, буду добавлять растительное масло. 3 столовые ложки, это будет вполне достаточно на это количество теста. Добавляю все сухие ингредиенты и хорошенечко вымешиваю. Удобнее всего это ложкой, потому что масса получается плотнее, чем бисквитная. Ее сложно вымесить венчиком, допустим. Перемешиваю, перемешиваю. Видите, абсолютно быстро это все получается. И получается вот такая вот красивая, черная, прям шоколадная-шоколадная масса. Как шоколадная паста, я бы сказала. И эту массу будет нужно распределить. Я буду делать большой шоколадный торт, поэтому буду распределять эту массу полностью на противень. Застеленный пергаментом. Можно на тефлоновом коврике, можно на силиконовом. Здесь не принципиально, он в принципе хорошо потом отстает. Единственное, аккуратненько его просто хорошо растяните. Этот корж очень хорошо подходит. Поэтому лично мой совет, я бы посоветовала вам делать на пол порции шоколадного вот этого теста. Потому что он очень хорошо подходит. А к взбитым белкам я добавляю орехи и кокосовую стружку. Здесь у меня где-то 60 грамм кокосовой стружки было. Полторы пачки я добавляла, а не по 40 грамм у меня. Можно добавить и до 100 грамм кокосовой стружки. Если кто любит, получается от этого безумно ароматная такая вот белковая масса. Она должна у вас, если белки хорошо взбиты, получиться вот такая вот стоячая, с пиками, все как положено. Еще хочу сказать, что у меня есть два рецепта этого тортика. И если это видео соберет более 500 лайков, я обязательно вам покажу и второй его вариант, который лично мне нравится больше. Этот тортик получается и сам по себе без ума очень вкусный. Просто безумно вкусный. А тот вариант лично мне нравится больше. Он получается немножечко сочнее и интереснее. Тот вариант подходит именно для продажи, вот для каких-нибудь гостей, для праздников и тому подобное. А этот торт, я бы сказала, такой на скорую руку, потому что делается очень быстро. Мы распределили белковую массу по шоколадному коржу. Чуть-чуть не доходите до края, потому что белковая масса имеет свойство расширяться. И ставим это все в добро в духовку. Температура 170-180 градусов, где-то на 30-40 минут. Смотрим, чтобы верхний корж у нас немножечко начал золотиться. Вот он, вы видите, поменял свой цвет. Теперь отставляем корж, пускай он у нас остывает. И можно заняться кремом. У меня это уже глубокая ночь, тортик я буду собирать утром. Поэтому как раз мой крем успеет полностью остыть. В молоко, в 300 грамм молока я добавляю сахар и ванильный сахар. И ставлю это все добро на огонь до закипания. Тем временем в 100 мл молока добавляю желтки, которые у меня остались после белковой массы, после коржа. И сюда же буду добавлять крахмал. Все хорошенечко перемешиваю, для того, чтобы у меня не было никаких комочков там крахмала. Как раз тем временем у меня закипело молоко. И тоненькой струйкой ввожу молочную массу в яичную. Возвращаю это все обратно в кастрюльку. Ставлю на огонь меньше среднего. И при постоянном помешивании довожу это все до кипения, до первых пузырей. Получается вот такой вот красивый крем. Его обязательно, конечно же, нужно накрыть пленочкой встык, для того, чтобы не образовался никакой конденсат и никакая корочка. И отправляем остывать. До полного остывания. Затем нам нужно будет его достать с холодильника вместе с маслом. Сливочным маслом. И дать постоять несколько часов при комнатной температуре. Для того, чтобы и масса, и заварная основа стали у нас абсолютно одинаковой температуры. Иначе они могут расслоиться. Потом начинаю взбивать масло буквально с 1-2 столовыми ложками сахарной пудры. Это, кстати, не принципиально. Просто оно как абразив. Взбиваю минут 5 масло, чтобы оно посветлело и немножечко увеличилось в объемах. И затем по одной ложке начинаю вводить в масляную смесь свою заварную основу. Ввожу одну ложку и хорошенечко взбиваю, для того, чтобы полностью все у нас распределилось. Получается очень красивый, пышный, абсолютно не расслоился вот такой вот крем. Он хорошо держит форму, не кечет. Теперь мой корж, который у меня был на весь противень, я разрезаю напополам. И у меня получится прямоугольный торт. Хорошенечко его прорезаю. Сейчас покажу, насколько сильно поднимается шоколадный корж. Почему я советую делать на полпорции шоколадного коржа. Здесь я указала пропорции и показываю, как в оригинальном рецепте. Но лично мой совет делать на полпорции, чтобы этот корж был тоньше. Смазываю немножечко низ своего блюда кремом, для того, чтобы наш тортик не ездил и немножечко снизу тоже пропитался. Укладываю нижний корж. И на нижний корж укладываю где-то треть крема. Все это хорошенечко распределяем. Вы видите, крем абсолютно стабильный, воздушный. В нем даже такие большие порки есть. И теперь самое интересное, что придаст нашему тортику изюминку и такой красивый разрез. Я буду добавлять в него зефир. Можно использовать и домашний зефир. У меня в этот раз покупной зефир. И он такой, как малиновый, я бы сказала. Немножечко видно там какой-то ароматизатор. Поэтому пахнуть это будет еще вкуснее. Кокос с малиной. В общем, это вообще пахло безумно. Не могла дождаться, пока его разрежу. И половинками укладываю свои зефирные половинки такие. У меня ушло здесь не так много. Можно было еще положить одну половинку. Здесь не принципиально, сколько вы хотите. Их можно и порезать небольшими кусочками, если вы не хотите, чтобы в разрезе было видно, что это зефир. Теперь для того, чтобы у нас не было внутри пустот, немножечко крема раскладываем между зефиром. Это и даст скрепиться нашим зефиркам, чтобы они у вас никуда не разъезжались, когда мы тортик поставим под пресс. И опять же, не будет никаких у нас пустот при разрезании тортика. Теперь верхний корж со стороны безе смазываем кремом. И укладываем наверх. То есть, этот корж у нас получается как бы верх ногами. Теперь нужно поставить немножечко под пресс. Буквально там килограмм-полтора пресс. Если у вас есть форма, поставьте лучше в форме под пресс. И затем, после того, как тортик сядет, можно немножечко покрыть бока любым кремом, которым вам нравится, или остатками крема, который у нас остался. Получается очень красивый в разрезе, очень ароматный такой шоколадно-ореховый торт. И он очень вкусный и подойдет на любые праздники. Опять же, повторюсь, не забывайте поставить палец вверх. И я покажу еще один вариант этого тортика, который намного интереснее и понравится всем вашим гостям. И вам в том числе. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.